Можно разрезать его, в данном случае даже несколькими способами, по вертикали или по горизонтали, не прорезав ни одной доминошки. В доминошке случайно порезать? В доминошке случайно порезать, да. На этой картинке даже четыре линии, повторяю этот квадрат, размером 6 на 6, разрезан на доминошку. Прокажите, что можно так отломать эту картинку, чтобы не повредилась, при этом не одна длина. Номиношка – это две клеточки, то есть она размером 1 на 2, но она лежит либо вертикально, либо горизонтально. Пытаться исследовать все способы разрезания не стоит, потому что понятно, что их много, должно быть какое-то такое общее теоретическое решение. Номиношка перекрывает не более одного направления нового. У каждой доминошки одна серединная палочка. Да, конечно. А доминошек сколько? Доминошек N-коропа. Ой-ой-ой. В нашем случае? В нашем случае 18. 18 доминошек. Он заметил, что у каждой доминошки действительно есть только одна, что называется, серединная палочка, да. Доминошек 18. А вот этих направлений, по которым можно разламывать, 5 вертикальных, 5 горизонтальных, то есть 10. Вообще-то 10 меньше 18. И поэтому, казалось бы, никаких проблем нет. Александр Васильевич, надо это число разделить на одну. 18 нужно разделить на одну. Ну, смотрите. Вот на примере лежающей доминошки. Давай. Она лежит. Теперь, если там есть еще одна лежащая, то все хорошо. Мы называем эту строчку хорошей. Теперь, почему строчка не бывает плохой? Коль догадался, что на самом деле не бывает пересечения с только одной доминошкой. Если вы разрезали доминошку, то вы обязаны были разрезать еще какую-нибудь. Как бы ни был разрезан квадрат 6 на 6 на доминошке, если вы проводите линию, то вы не можете разрезать только одну доминошку. Вот смотрите, пусть есть еще одна лежащая доминошка. Допустим, что доминошка лежит. Мы ее разрезали длиннее. Да. Да, это линия. Все остальные доминошки лежат либо слева, либо справа. Лежат вот так. Да. Или вот так. Ну, не важно, как. Как-то, но не разрезан. Но не разрезан. Тогда... Вот у нас есть 6, здесь как-то проведена линия. Какая площадь вот этой фигуры? Четная, конечно. Это несколько полосок по 6 клеток в каждой. Это четная площадь. А что будет, если разрезалась ровно одна доминошка? Будет ничего. Здесь возникла одна клетка. Ну, а другие доминошки, они как-то лежат. Там по вертикали, по горизонтали. Это не имеет значения. Важно, что каждая из остальных доминошек дает четный вклад. Что такое сумма нескольких четных чисел, то есть доминошек, и еще одна клетка? Нечетное. Нечетное число. Нечетное число не может равняться 6. Замечательно. Какое это имеет отношение к нашей картине? Самое прямое. Если бы каждая из вертикалей, а их 5 штук, резала доминошки, то она каждый раз резала бы 2 или больше. Так что уже вертикали разрезли бы 10 штук. Если бы горизонтали, каждая резала доминошки, то 5 горизонтали, каждая бы тоже разрезала 2 или больше, еще 10 штук. Но 10 плюс 10 это 20, а доминошек только 18.